Музыка Школьники Северского района поучаствовали в фестивале «Кубанские каникулы». Мероприятие прошло в парке Станицы Северской. Управление по делам несовершеннолетних совместно с Управлением образования, Управлением культуры, Управлением по молодежной политике, физической культуре и спорту подготовили для участников квестов, интеллектуальные и спортивные конкурсы. Совсем скоро начнется один из самых главных праздников учебного года, 1 сентября. И от главы муниципального образования Дама Шахметовича Джарима я хочу поздравить вас с этим праздником. И, конечно, от всех нас, взрослых, пожелать вам сегодня стать победителями. Мы верим в вас, ребята, потому что вы наше будущее. Уверены, что вы будете здоровым поколением, гордо идущими по жизни, потому что будете владеть хорошим багажом знаний, а рядом будут ваши ребята, потом коллеги, ваши взрослые, родители, учителя. Счастливо вам нового учебного года, а сегодня пусть победит сильнейший. Ребятам предстояло пройти 5 тематических станций, одна из которых была направлена на развитие у подростков командного духа. Мы проводим станцию, которая называется «Мы команда». Название выбрано не случайно, потому что ребята на ней как раз участвуют всей командой, обучаются командной игре, командным навыкам. Мы надеемся, что наша станция очень понравится ребятам, они очень весело проведут на ней время. Приняли участие школьники и в лёгкоатлетической эстафете на спортивной станции, и определили самого меткого стрелка на молодёжной площадке. «Спортивная станция, она по жизни идёт с младенчества и заканчивая глубокой старостью. Почему спорт нужен, мы все прекрасно понимаем. Спорт – это жизнь, спорт – это молодость, спорт – это общение, спорт – это радость, спорт – это сила. Я поздравляю наших учащихся в преддверии нового учебного года. Желаю им успехов, здоровья, процветания и новых побед. Соревнования выстроили на принципах развития творческих и физических способностей у подростков. Конкурсы, викторины, эстафеты, игры и многое другое. На этой площадке ребята восполнят те знания, которые подзабыли в течение лета, узнают много интересного, ответят на занимательные вопросы о мире, который вокруг нас. И в преддверии нового учебного года наберутся положительных эмоций и сил, для того, чтобы с новыми силами сесть за школьные парты, чтобы дерзать, творить и учиться». Безопасность превыше всего. На сюрпризах площадках ребята смогли повторить и правила дорожного движения. «Дорогие ребята, поздравляем вас с началом учебного года. Хотел бы вам напомнить о том, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения, были осторожны на дорогах, особенно в темное время суток». Особый интерес к станции «Литературная интрига». Еще на этой площадке ребята без труда ответили на вопросы о праве и законе 1539. «Что значит литературная интрига? Это приобщение детей к чтению, приобщение детей к получению новых и интересных знаний. Ну а дети и закон, мы попытаемся еще раз вам напомнить о самых основных постулатах законов, какие нельзя нарушать, чтобы все было в жизни прекрасно и замечательно. Еще раз поздравляю с наступающим учебным годом». Вот так провести уходящий день лета с пользой для здоровья и саморазвития смогли школьники Северского района. А встречали гостей и участников фестиваля различные творческие коллективы. «На протяжении всего лета учреждения культуры ждали ребят у себя в гостях. И, конечно же, сегодня, в конце лета, хочется подарить им самого незабываемого настроения перед новым учебным годом». По итогам соревнований каждая команда получила грамоты и памятные призы за участие, а победителями стали школьники гимназии Станицы Азовской. Продолжается практика проведения расширенных выездных приемов граждан по инициативе главы района Адама Джарима. На этой неделе с проблемными вопросами к районным специалистам различных управлений, служб и ведомств обратились жители Черноморского городского поселения. Глава муниципалитета лично включился в работу. И многочисленные, но, безусловно, актуальные проблемы были рассмотрены на прошедшем приеме. Десять обращений по самым разным вопросам, таким как благоустройство водоснабжения, установка пандусов в подъезде многоквартирного дома и многое другое. Все это было рассмотрено и взято на контроль, и по поручению главы района будет отслеживаться стадия их выполнения. Открытый диалог представителей района и местных властей с жителями – это не только один из ключевых критериев эффективности работы администрации, но и возможность для каждого внести свой вклад в улучшение жизни своего поселения и района в целом. Северский район присоединится к акции «Свеча памяти». В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в 10.00 в парке Станицы Северской у памятника воинам, погибшим в борьбе с терроризмом, пройдет панихида и минута молчания в память о жертвах террористических актов. Эта дата в России связана с трагическими событиями в Беслане. 1 сентября 2004 года боевики захватили школу номер один. В результате теракта погибли 333 человека. Среди них 186 детей. 31 августа в Северском храме Спиридона Тремейфунского пощтили память святых мучеников Флора и Лавра. Праздник существует уже несколько столетий, но только в 2011 году стал ассоциироваться с людьми, чья профессия связана с лечением животных. Когда патриарх Русской Православной Церкви Кирилл своим указом благословил, считай, этот день церковным праздником ветеринаров. Святые мученики Флора и Лавра – это святые 2 века. Как и многие мученики такого времени, они не сразу стали почитаемые, именно как покровители домашнего скота, как мы сегодня их празднуем. Но вот это происходило постепенно. Сначала в народе появилось обращение к ним как покровителям коневодства, как к бывшим воинам. Потом, через какое-то время, уже как покровителям домашнего скота. Уже в 18-19 веке на Руси в этот день, то есть в последний летний день, благословлялся скот на Флоры и Лавра. И еще даже старики, старые казаки на Кубани еще помнят, что лошадей благословляли в этот день. Уже второй год подряд в стенах Северского храма встречаются ветеринары со всего Краснодарского края. День памяти святых мучеников напоминает всем христианам о том, что любовь и сострадание должны распространяться не только на людей, но и на всех существ, сотворенных Богом. Субтитры подогнал «Симон»